Формула смысла Показатели, в том числе в виде бунтов и так далее, да, которые, ну, фиксируют определенную температуру общественную, да. С другой стороны, мы что можем сказать, что есть два фактора. Во-первых, хорошо, что нарыв вскрылся, и понятно, что он такой очевидный, потому что, ну, представить себе такое в обычных вооруженных силах гораздо сложнее, да. Все-таки очень специфическое образование было изначально. Вот. И так, опять же, у нас же основная опасность исходит от элитных бунтов. Ну, потому что бунта со стороны населения мы не дождемся. Вот. А элитные бунты, они очень сильно купированы бегством. То есть, если мы возьмем другие исторические эпохи, любые, любые, все русские смуты, там не было такого фактора предварительного, так сказать, априорного бегства. В значительной части как раз... Кроме Курбского, который... Ну, Курбский один. Курбский же не увел с собой массы, там, бояр, дворян, там, детей боярских и так далее, да. Он был один. А здесь, собственно, когда мы говорим о перепроизводстве элит, опять же, вспомним того же Турчина, да, то вот значительная часть самой перепроизведенной и лишней элиты, она-то как раз и свалила. И свалила тихо, так сказать, бескровно, можно сказать. И это очень хорошо. Согласен. Это просто, это феноменально здорово, на самом деле, с точки зрения обеспечения. Понятно, что там есть определенные ущербы с точки зрения квалификации, экономики, того-сего, по-разному, да. Но самое главное, с точки зрения напряженности социальной, это просто подарок. Вот. А теперь займемся, вот, переведу тему на то, что происходит у наших, значит, бледнолицых братьев. И вокруг них. Есть такой, в общем, культовый, на самом деле, историк и публицист, Эммануэль Тотт, французский, который неожиданно разразился совершенно... Почему-то он очень любит публиковаться в Японии. Он сам на эту тему много... Да, у меня, ты знаешь, я тоже, когда смотрю, думаю, он там живет, что ли? Он говорит, что японцы не считают его маргиналом. Понятно. Почему-то. Вот. Потому что они далеко и про это не знают. Причудливо, да. Книгу он написал. Называется книга «Проблема не в России, а в США. Мир погрузился в Третью мировую войну». Оптимистично. На эту тему, да, он говорит, что 20 лет назад, в Третьем году, в США и Луговитании в остороннем порядке напали на Ирак без какого-то международного соглашения. И тот говорит, что лично я пытался забыть о той войне и найти какие-то оправдания, чтобы не стать ненавистником Америки. Пытался связать себя с распадом СССР, придумать другие всевозможные причины. Вот. Если бы я просто считал, что эта война бессмысленно, я бы превратился в противника США. Однако с началом российской спецоперации, приходом США в Европу, где я живу, вот, мои чувства и мысли немного изменились. Вот. Скорее я определяю свою позицию как американофобия. Он здесь пытается сказать, что он не антимериканец, а американофоб. Я стал очень бояться США. Вот. Мы видим, что в США это вели действия, повлевшиеся в множество смертей, включая войну в Ираке, Вьетнаме и многие другие конфликты. Америка ответственна не только за погибающих за границей, но и тех, кто умирает внутри страны. Средняя продолжительность жизни в США снижается, если говорить о тех, у кого только среднее образование. Такая Америка, на мой взгляд, не либеральная демократия. Это просто государство, которое продолжает вести войны, убивая сотни тысяч людей. Вот. Он говорит о превращении США, в кавкианском смысле, по кавке, да? Я никогда раньше не говорил слово американофобия. Сейчас произношу его впервые, потому что в США сейчас идет превращение. Америка живет за счет труда людей со всей планеты. Да, забавно. Он говорит, что в начале конфликта на Украине, как вы помните, различные российские активы были заморожены, яхты богатых русских арестованы. В этом смысле США ведут себя как воры или как мародеры. Я не могу больше терпеть такую Америку. Я не знаю, что произошло со мной сегодня утром, но я был очень честен с вами. То есть у него чего-то он не с той ноги встал. Но вот-вот тот серьезный человек на самом деле. Серьезный, глубокий, интересный, да? И с этой точки зрения вот есть в Европе люди, которые находятся в ужасе. Потому что с Европой происходит, конечно, трагедия. Вот совершенно абсолютно либеральный человек в Атлантике, а зовут его Дон Диего Доловега, пишет о том, что... Ну, мы все говорили о диндустриализации Европы, о том, что Соединенные Штаты нанесли колоссальный удар по Европе за счет этих санкций, и таким образом в значительной степени ситуативно улучшили свою ситуацию экономическую за счет перетока капитала и так далее, да? А он вот говорит о вещах гораздо более глубоких. Значит, он говорит о том, что разлом увеличивается с 80-х годов по отношению Европы и США. Что если в 50-х, 60-х, 70-х мы действительно были эпичевицами уменьшения, разрыва с Америкой, Европой, и по классической теории, как он говорит, они должны были сравняться, то с 80-х годов сближение прекратилось, разрыв начал расти. Вот. Важно отмечить, что это не связано с выдающимися показателями США, поскольку там наблюдалось снижение производительности и роста экономики. Также были проблемы, связанные с участием на рынке труда, бюрократии и так далее. Речь идет об экономическом спаде в Европе. Рост производительности низился в настоящее время и имеет отрицательное значение в ЕС. В 2008 году европейская экономика была почти на одном уровне с американской. Сегодня, то есть он говорит, что 16 триллионов против 15-ти у США, сегодня 20 триллионов против 25-ти. Вот. Но он здесь много говорит о политике Центрального банка, о Трише, о том, что они переоценены евро, все тормозил. Кстати, это очень похоже на нашу проблему в нулевых годах, когда мы практически обрекли страну на деиндустриализацию за счет завышения курса рубля. Дикого завышения. Вот. И потом это завышение продолжилось. Кстати, оно восстановилось после дефолта Кириенковского, который очень сильно, как бы, ну, гора с плеч, можно сказать, упала в российской экономике. Мы эту гору опять взвалили у нас. Потом в четыре раза вырос реальный курс по отношению к доллару, что на самом деле просто уничтожило конкурентоспособность российской промышленности. Ну да, долго был курс в районе 30 рублей. Одумались, да. Вот. Речь идет даже не о вообще номинальном курсе, а о динамике его. Когда у тебя постоянно повышается в огромных четыре раза на 400%, то вы практически, у вас все показатели конкурентоспособности, а тогда это была глобализованная экономика, не как сейчас. Если бы санкции были, это было бы счастье. Но санкций не было, а было ровно наоборот. И в открытой экономике у вас просто идет просто истребление национального производства. В 30-м году, пишет, мы будем удивляться, почему ВВП на дольше население в Ярозоне едва ли выше, чем в седьмом. Наша экономика не будет демонстрировать признаки роста на протяжении одного поколения. США просчитывается, их потенциальный экономический рост сократился вдвое за одно поколение. Но наша ситуация гораздо хуже. причем человек совершенно игнорирует нынешнюю конъюнктуру, связанную с санкциями, с лишением Европы всех конкурентных преимуществ, связанных с доступом к базовым энергоносителям и так далее. То есть это оказалось, что это даже лишнее. Все и так. Вот. Ну, он в основном ссылается, то есть причины он находит в плохом менеджменте в основном. Но важен сам анализ о том, что Соединенные Штаты, значит... Вот как раз интересно, да? Каким образом Америка проиграет мир? Вот можно уже сейчас сказать. Вот этот евроцентрический мир, западноцентрический, в нем Америка придумала способ сохранить свое доминирование, будучи в относительном упадке за счет большего упадка конкурента, то есть Европы. Но оказалось, что есть другие. То есть Китай. И вот если мы возьмем просто эту статью и посмотрим с точки зрения противостояния с Китаем, мы получим простой ответ. Нет шансов. Нет, да. Шансов нет. Шансов нет против Китая, а совсем печальная участь у Европы. Вот обрати внимание, как сеньора, как я ее перевожу на русский язык, Георгина Дынина, она же Джорджия Мелони. Вот если так перевести близко к центру, то получается Георгина Дынина. Вот я, кстати, думаю, что Сильвию Берлускони доконал ровно тот кунштюк, который она с ним проделала, со старым титаном по политической... А чем она проделала? Ну как, она шла на выборы с одними обещаниями, а потом резко... Надо понимать итальянскую политику. О чем ты говоришь? Я понимаю итальянскую политику. Италия страна, которой слова... Я другую хочу сказать. Не то, что расходятся. Слова никогда не сходятся с делом. Никогда. Италия сейчас сформируется как главный позиционер антикитайских действий. И начнут они прямо с спортового хозяйства, которое китайские товарищи приобретали в Италии в большом количестве. Вот прямо с этого начнут. Ну, в Италии... Чтобы всем остальным показать. Ровно как и в России, значит, жестокость законов компенсируется с необязательностью их исполнения. Поэтому не факт, что они чего-то начнут делать. Поэтому надо спокойнее относиться к итальянской болтовне. Это страна, которая абсолютно всегда была управляемая. И сама структура итальянской политики сделана так всегда. Даже при Берлусконе. Заметь. Просто тогда не было такого разрыва в европейско-американских отношениях. Берлусконе, при том, что он имел великолепные отношения с Россией и так далее. И лично с Владимиром Владимировичем. Он один из самых проамериканских политиков. Вот. И они как-то ухитрялись. Вот это вот, как это сказать, слово не хочется матерное произносить. Выкручиваться. Легкость. Нет. Как это сказать? Пониженная социальная... Пониженная ответственность. Она всегда спасала их и позволяла им, значит, вот, обслуживать абсолютно разных клиентов практически одновременно. Да. Тут трудно здесь с тобой спорить. Все правда. Я просто это использую как маркер. Заставят американцы Европу начать... Ну, а ты смотри, а ты видел, что он делает Макрон? Вижу, да. Макрон шикарен. Макрон манифестированный китаец. Нет, нет, нет. Человек, который заявил... Сейчас еще пол Парижа сожгут, и все будет нормально. Ну, вот так. Все будет нормально. Будете жечь Париж. Да. Вот сожгут пол Парижа. Макрон вчера, понимаешь, у него жгут Париж, он вчера пошел с женой на концерт Алтана Джона, а сегодня сейчас с утра объявил заседание антикризисного штаба, понимаешь? Вот. Послушай, действия Макрона никаким образом не коррелируются с сожжением Парижа. Он может делать все, что угодно. Он может повеситься. Или, наоборот, сплясать. И то, и другое, никаким образом не повлияет ни на что. Китайские товарищи делают все правильно, соблазняя Макрона. Нет, китайцы написали такую статью о Макроне. Да, все правильно делают. А Путин они такого не пишут. Да, только вот это называется... Как это была опера? Это тщетная предосторожность, да? Вот. Вот это соблазнение Макрона и умащивание... Ну, Макрон италинизировал, если... Можно сказать, обратиться к вышесказанному. Италинизировал французскую политику до степени итальянской. Вот. То есть он... Я думал, еще опустил больше. Он на самом деле в действительности... Я не знаю, кто там ему пишет, или он сам такой склонен к интеллектуальным усилиям. Но он периодически болтает абсолютно интересные вещи. Только это ни на что не влияет совсем. То есть от слова... Наследие энциклопедизма, Миша? Вовсе не влияет. Наследие французского энциклопедизма. Да. Вот. Прямо воплощается в Макроне. Те тоже писали статьи по поводу всего. И они казались даже... Ну, ты понимаешь, тогда существовал такой интересный инструмент, который назывался гильотина. И он каким-то образом французскую политику, в общем, как-то дисциплинировал, да? Да. Ну, короче, резюмируем. Я думаю, мы с тобой не расходимся, да? Дифферамбы понятны. Китайские Макрону. Макрон распушил хвост. Французские петух. Это же у них символ. Он заявил, что Франция должна иметь самые лучшие отношения с Китаем. Вот самые лучшие, какие могут быть... Как ты думаешь, сколько времени пройдет, пока он заявит обратное? Три месяца, месяц, завтра? Ну, сойдемся на том, что точно заявит. Точно. Точно. Не успеет, может быть. А может и не успеть, потому что, да, секир башка будет. Секир башки нету, запрещено. Ну, понимаешь, в современном. В современном стиле. В современном стиле была бы совершенно другая стиле была бы. В современном стиле. В современном стиле, да. Вот на фоне Шульца и всех, которые, Петреуса, которые вот не... Ну, просто слились в поцелуи к одному месту американскому. Макрон непозволительно сваливолен. Вот. Поставят на место. И, думаю, довольно быстро. И мы даже это увидим. А видовое разнообразие? К черту, к черту. Думаешь, что в черту, да. Как описал тот и все остальные, ситуация слишком серьезная. Не до видового разнообразия. Формула смысла. 1943. 80 лет назад. Дни и ночи. Мы работаем на телеканале Соловьев Лайв и на волнах радиостанции Вести ФМ. Дмитрий Куликов в студии. Еще раз всем доброго утра. На связи с нашей студией Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных политических конфликтов, военный эксперт. Андрей Францович, здравствуйте. Доброе утро всем. Ну что, давайте мы с вами, как у нас традиционно все, так сказать, повелось, сначала обзор, такой вдумчивый, глубокий, как вы обычно это делаете, положение на фронтах, вот, а потом, может быть, еще какие-то вопросы дообсудим поверх этого. Принимается Дмитрий Евгеньевич, давайте начнем тогда снизу вверх, как говорится, по карте. Херсонское направление, здесь у нас продолжается операция по ликвидации плацдарма ВСУ на Антоновском острове. Я напомню, что есть Антоновский мост, большое количество небольших островов, и ВСУ сейчас пытается передовыми группами на лодках пробираться, и они находятся под опорами самого моста, вот эта широкая часть. Поэтому мы наносим удары артиллерии, там, авиационными средствами поражения, но, тем не менее, несмотря на все усилия, противник еще контролирует территорию, как у самого моста, так и на дачах западных. В районе населенного пункта Золотая Балка противник проводит рекогнозировочные работы для исследования обмелевших участков Каховского водохранилища с целью определения возможности прохождения военной техники. Офицерский состав противника в личных разговорах так у нас упоминает вероятность форсирования Днепра с целью создания плацдарма в районе Нижний Рогачек. Почему это те населенные пункты, которые очень близко к воде находятся, то есть есть где зацепиться. Также в районе населенного пункта Приднепровской замечено продвижение подразделений из состава 801-го отдельного полка, там и различные другие подразделения. В общем, пока планируем, что на каких-то участках здесь они смогут двигаться и попытаться форсировать реку. Запорожская атомная электростанция. Здесь такая ситуация достаточно критичная. Критичная в каком плане? Информационно Украина сейчас накачивает общество о том, что будет выброс радиации, что мы проведем какой-то теракт. Понятно, что они легализуют свою какую-то схему. Поэтому они проводят учения гражданской обороны, частично даже начинают вырвать Никополь, это на той стороне Каховского водохранилища. Не исключается как прорыв ИСУ на левый берег по высшей реке. То есть когда Каховское водохранилище обмелело, там сразу появилась старая река, вернее старая дорога, по которой можно дальше двигаться. Поэтому не исключены удары по хранилище отработанных ядерных отходов. Почему именно по ним? Потому что сами по себе реакторы находятся в очень серьезном панцире, бронированном, назовем так. Это и железобетон мощный, который должен выдержать падение самолета. А вот отработанное топливо, которое делали по американской технологии, оно находится под открытым небом в таких небольших специальных контейнерах, которые достаточно быстро могут быть разрушены. Это опасная история. Может быть, выброс радиоактивных веществ в воздух. На Запорожском направлении тут попытки движения в направлении Работина. Основная, конечно, ситуация – это Временский участок фронта. Линия фронта сейчас проходит на рубеже Старомайорская-Приютина. Но здесь я хотел бы отдельно еще акцентировать внимание, как там все проходит. Значит, есть населенный пункт Пятихатки. Они пытаются там удержаться и двигаться дальше для того, чтобы вдоль Каховского водохранилища идти по основным дорогам. Если карту посмотреть от Орехова на Токмак, как раз через Работина идет основная дорога. Поэтому они здесь пытаются продвинуть линию фронта и выйти, захватить сам этот населенный пункт. Но он пока под нашим находится контролем. При этом мы видим сосредоточение сил и средств противника в самом городе Запорожье, в других населенных пунктах. Достаточно такая очень тяжелая ситуация, связанная с такими активными боевыми действиями, так называемый Временский выступ. Это Большая Новоселка, населенные пункты. Здесь тоже идет река Мокрые Ялы и вдоль нее справа и слева населенные пункты. Тоже они двигаются. То есть дорога идет в направлении Старомлыновка. Здесь мы немножко отходим. Сейчас линия фронта выравнивается по линии Приютина-Старомайорская. Новодонецкая находится под нашим контролем. То есть в принципе у нас был там определенный выступ, он сейчас выровнялся. Это нормальная ситуация с тактической точки зрения. С учетом того, что мы до таком эшелонированной нашей обороне отходим на новые рубежи, заранее подготовленные. Постоянно уничтожается противник. Они занимают низменные позиции, населенные пункты, которые находятся в низменностях. Поэтому нам достаточно удобно и понятно, как их дальше уничтожать. Дальше идем. Авдеевка. Тяжелейшие бои идут. Напомню, что это такой Авдеевский укрепрайон, который создавался долгое время. Это там бетон на несколько этажей вниз. Это Авдеевский коксахим, это с большими емкостями, с хлором, с различными элементами, которые ограничивают наши средства поражения. Потому что на Донецк может все это выйти. И южные окраины вот этого Авдеевского укрепрайона, они вообще находятся на окружной дороге с самим Донецком. Поэтому для нас важно сейчас закончить окружение этого района. Но, тем не менее, противник это тоже понимает, он туда накапливает резервы. Последние несколько дней он провел серию контратак на нашей позиции в районе села Веселое. Поэтому все наступающие подразделения были разгромлены еще на подступках к самому населенному пункту. Ну и мы потихонечку с юга двигаемся наверх. Есть определенные, конечно, трудности. Тут не так легко все это сделать. Но, тем не менее, нужно понимать, что как только мы выйдем в населенный пункт Орловка, это автомобильная дорога, которая снабжает группировку Авдеевскую, тогда, в принципе, можно будет говорить о неком таком оперативном окружении этого населенного пункта и взятии этой группировки в кольцо. В ЛОП мы этот населенный пункт не штурмуем, потому что это вызовет большие потери с нашей стороны. Бахмут, он же Артемовск. Здесь сейчас достаточно жарко. Украина до сих пор не признает, что они потеряли этот населенный пункт. Они бросают новые силы и средства в наступление. Они пытаются большим охватом охватить и сделать нам окружение. Поэтому бронегруппы, пехоты ведут наступление с нескольких направлений. Поэтому они нацелились на населенный пункт Клещеевка и Берховка, которые являются стратегическими высотами, господствующими над Горусом. Как я уже говорил, общий замысл у них это охват. Двойное замыкание окружения. Поэтому основные сейчас бои это Клещеевка, Ореховасильевка, Курдюмовка, Васюковки. А также северский Донецк, Донбасс канал. Солидарское направление. Здесь это небольшой населенный пункт, чуть выше Артемовска. И кто картой, как говорится, смотрел, видел, что там система обороны была выстроена. Города крепости такая круговая, как говорится, линия. Это Славянск, Краматорск, Константиновка. И уже более восточнее это Часофьяр, Артемовский. И вот как раз Солидар-Северск. Соответственно, на этом направлении они пытаются тоже прорваться. Там у населенных пунктов Васюковка и Раздуловка. Под прикрытием РСЗО пытаются двигаться вперед ротными тактическими группами. Но там наши десантники находятся, поэтому в тяжелых боях они отбрасывают противника. Южный фланг – это, как я уже говорил, Калищеевка. Здесь враг пытается продвигаться к нашим узлам обороны, но у него ничего не получается. Северский выступ и сам город Северск – это такая достаточно интересная наша линия обороны там выстраивается. Мы потихонечку вытягиваемся по рекам. Северский Донец начинаем выпрямлять в направлении Ямполя. За противником находятся населенные пункты Белогоровка и Спорная, а также между ними населенный пункт Верхнекамерская. Здесь, скажем так, активно мы не двигаемся, но потихонечку уничтожаем их населенные пункты. Где-то 500 метров, где-то километр продвигаемся вперед. Далее выше, под Креминой. Здесь у нас в основные бои идут, вот это так называемое Серебрянское лесничество. Очень много кадров, наверное, видели в интернете, где такие прям лесные бои идут. Краснолиманское направление. Противник в течение суток активных действий не предпринимал. Работал минометами, ствольной артиллерией. Были попытки, там четыре атаки зафиксированы в Северное, Червонное, Деброво. Но был отбит на подступах, с потерями откатился. Поэтому в ближайшее время противник продолжит наращивать группировку войск на краснолиманском направлении. Особое внимание они, конечно, уделяют по дороге Сватова-Креминая, не хотят ее речь сечь. Поэтому по населенному пункту Креминая наносятся как артиллерийские удары, так и РЗСО. Ну и уже с севера, если смотреть, Белгород сейчас под обстрелами, как всегда. Это Козинка, Новая, это Волжанка. А Сумская область Украины почему-то начинает эвакуацию своего населения из приграничных районов. Тут, как говорится, либо ожидают атак с нашей стороны, либо сами готовят какие-то провокации. Поэтому это коротко по ударам, которые наносились. Они у нас идут постоянно, а Украина пытается в глубине нашей обороны наносить удары по инфраструктурным объектам, по логистическим складам, по штабам. Ну и мы, соответственно, наносим. Особенно громкой ситуацией был удар по населенным пунктам Краматорск, где в кафе проводилось совещание с привлечением большого количества наемников 56-й отдельной механизированной бригады. Поэтому вот эта их оплошность и отсутствие страха перед нами, как перед противником, она была очень быстро устранена. И высокоточным ударом там они понесли серьезные потери. Сейчас там санитарная авиация ввозит наемников уже, соответственно, в госпиталя. Ну, оценка Минобороны, да, что два генерала и 50, примерно, офицеров, включая еще и иностранных наемников или инструкторов. Тут не знаю, можно ли их называть там наемниками, да, потому что есть такое предположение, что это все согласованные американцами гости, которые там, ну, не по своей личной инициативе находились. Да, это, скорее всего, советники, которые находились в подразделениях, которые оказывали содействие, передавали развединформацию, помогали работать с высокоточным оружием, создавали так называемые полетные задания для ракет и всего остального. Поэтому с учетом того, что фронт сыпется, у них как бы есть проблемы, американцы, конечно, сейчас усиливают. И в этом отношении хотел отдельно еще остановиться на помощи, которая выделяется Украине. Американцы сейчас новый пакет помощи предоставили на 500 миллионов долларов, там, порядка 55 боевых машин. Это 30 машин Брэдли, там, 25 страйкеров, там, еще различные вещи. Но очень большое внимание сейчас уделяют средствам разминирования. То есть все видели большое количество кадров, как техника противника просто группами находится на полях, так называемые минные ловушки, которые мы создавали, или мешки. Это когда противник разминировал, заходил на минные поля, а мы потом системами дистанционного минирования закрывали им выход из этой зоны. Они у нас есть, самые разные, там, такой, достаточно распространенный комплекс. Это земледелие. Вот, там и противопехотные, и противотанковые. Значит, мины сразу устанавливаются в полях, они достаточно умные, которые позволяют при приближении танка выстреливать такой специальный заряд, который потом поражает технику в крышу. Мы знаем, натовская техника как раз именно в верхней полусвере такая, достаточно слабая. И в заднем выступе башни у них как раз весь основной боекомплект находится, потому что заряжание идет вручную. Поэтому противник сейчас пытается прощупывать линию фронта, пытается подумать, где они смогут пройти. Но, как уже, я думаю, другие эксперты говорили, основные резервы они, конечно, еще держат. Мы не увидели ни челленджеров в поле боя, мы не увидели боевых машин пехоты немецких, шведских, мы не увидели танков славянских Т-55 модернизированных, польских танков Тварды не увидели. То есть эти бригады, их порядка девяти штук, они где-то находятся в резерве, будут бросать в какое-то наступление на том участке фронта, на котором они подумают, что у нас, как говорится, ослабло. Ну и мы при этом на месте не стоим, тоже готовимся. Самое страшное для них пока это наша армейская авиация, вертолеты К-52, которые, ну, как говорится, как в копейку высокоточными ракетами уничтожают, сжигают всю технику просто на этапах их выдвижения к линии фронта, когда они еще идут взводными, ротными колоннами для рубежей выдвижения. Конечно, тактика сейчас сильно поменялась. Сейчас и мы, и Украина не используют тактику классическую общевойсковую, когда там батальоны выходят в атаку, еще что-то используется. Смешанные такие коллективы, их называют ротно-тактические группы, когда там один-два танка, какое-то количество боевых машин пехоты, к ним приданы какие-то средства минного разграждения. Вот. И вот такими группами небольшими они пытаются прощупать фронты и брать наши передовые опорные пункты, которые находятся на удалении от наших основных линий обороны. Вот то, что сейчас происходит, нужно понимать, это еще километров за 20 до основных вот этих инженерном плане оборудованных линий обороны с зубами дракона, с рвами и всем остальным. То есть речь пока идет о том, что они бьются с нашими передовыми группами, которые находятся на максимальном удалении вот в этом предполе, или еще называют серой зоной. Да. Ну вот вы о резервах сказали, но я вот думаю, что сегодня 30-е, да, саммит НАТО 11-12, 30 июня сегодня, 11-12 июля, вот эти вот 12 дней, они будут очень важны, потому что Украине до зарезу нужно дать какой-то результат к этому саммиту, вот, и что-то продемонстрировать. Поэтому я думаю, что ближайшие эти 10 дней будут очень серьезными и очень важными. Полностью с вами согласен. У них есть два приза, которые нужно принести на этот саммит. Первое – это энергодар Запорожской атомной электростанции. И здесь они понимают, что высохшее, значит, русло реки, да, там в какой-то части есть болотистая местность, еще что-то, но они тоже сейчас все это проверяют, смотрят, то есть каким-то рывком они хотят захватывать. Второе – это перерезание сухопутного коридора Крыму. Если первоначально они планировали через Токмак, там, двигаться в сторону Мелитополя, вот, или Бердянске таким, перерезать, значит, дорогу, то сейчас, возможно, они выбирают немножко другой путь. Они в районе Чангара разрушили, ну, нанесли удар, я напомню, по автомобильному мосту, который сейчас восстанавливается, и второй мост находится в районе Армянска. И вот здесь как раз короткое такое плечо с новой Каховки, как раз и или с Херсона, вот, небольшой пробег, то есть если они будут пытаться здесь сделать прорыв, то они попытаются отсечь, значит, и сам этот полуостров, назовем так, все эти мелкие острова, и перерезать уже сухопутный коридор для Крыма. То есть понятно, что они оттуда будут отброшены, и, скорее всего, я бы даже так сказал, они вообще не смогут эту попытку реализовать, но, тем не менее, на каком-то участке они сейчас, конечно, будут максимально концентрироваться, им нужно принести результат, который обрадует своих заокеанских, значит, финансистов, и позволит, значит, Европе еще больше платить за этот конфликт. Да, это главная задача, это главная задача. Ну, или, по крайней мере, если им не удастся даже что-то захватить, то они должны демонстрировать, как они героически гибнут, вот, потому что хозяева-то ждут именно этого, да, полной выкладки и полной самоотдачи, вот. Если Украина ничего не имеет, кроме тел, которыми она должна, так сказать, поучаствовать и заплатить, вот, то эта плата телами должна быть максимальная, максимальной должна быть плата телами. И это то, что будет продлевать Зеленскому доверенность на управление, да, Украиной, вот, которое американцы подписывают. Вот, много тел в качестве дания привез, продлим доверенность, мало, сомневаемся, можем и казнить. Примерно так. Дмитрий Евгеньевич, полностью в точку. Да, Зеленскому уже на слово, как говорится, никто не верит. Он должен, да, действительно, уничтожать свои подразделения, что он, кстати, эффективно и делает. Напомню слова руководителя нашей службы внешней разведки, господина Нарышкина, который сказал, что и полякам это выгодно ослабление вооруженных сил Украины. Чем больше боеспособных там погибнет, тем проще полякам будет потом предложить заменить на своих воинов. И мы как раз с вами вчера там в студии обсуждали, что ввод так называемого литовско-польско-украинского армейского корпуса в западную часть Украины соответствует интересам Запада. Как раз замещать. Они там планируют в городе Луцке размещать свои штабы и все остальное. Это может, конечно, получить новый этап развития, потому что, я напомню, Александр Григорьевич заявлял, что как только европейские подразделения зайдут на территорию Украины, Белоруссия может включиться в этот конфликт, они там обменялись. И наоборот, поляки сказали, что если белорусы будут участвовать, они подключатся. Поэтому у Запада есть некий план Б. Как только люди закончатся, быстро их научить нельзя. Действительно, технику можно поставлять, но с людьми проблема. Они, возможно, будут пытаться прощупывать не натовским, а таким европейским контингентом. Даже Financial Times вышла со статьей, что Европа рассматривает возможность введения такого ограниченных военных миссий. Они так обтекаемо все это сказали. Но, тем не менее, у них не решен самый важный вопрос. Авиационное средство поражения, завоевание господства в воздухе, потому что пока их подразделения, которые выходят из зонтика ПВО, значит, наступающей части, они сразу находятся под нашими ударами. И ничего с этим пока сделать они не могут. Спасибо большое. Как всегда, интересный содержательный разговор, и детальный, и подробный. Кто хочет знать о положении на фронтах, вот всегда имеет возможность послушать, как об этом рассказывает Андрей Клинцевич.